Санкции против России спровоцировали экономические антирекорды. ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Доллар превысил отметку в 100 рублей на московской бирже. Мэрия платила телеграм-блогеру за позитивную повестку. Против экс-заместителя мэра Светланы Золотаревой возбуждено уголовное дело. Денег на Качкарский мар так и не нашли. Оренбуржцы просят чиновников привести в порядок эко-парк. Оренбуржцы в 17-й раз стали участниками спортивной акции «Лыжня России». К ней присоединилось около 5000 жителей областного центра. Это и многое другое, смотрите далее. Спецоперация военных сил России на Украине ведется уже четвертые сутки. Уничтожены более тысячи военных объектов инфраструктуры Украины, заявил в обращении официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Также, наконец, рассказали о потерях российских солдат. В Белоруссии состоялись переговоры между российской и украинской делегацией. К чему пришли и какие требования выдвинули главы государств, расскажет Ванесса Петерс. Во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Президент заявил, что НАТО настроено агрессивно в отношении России, а действия западных стран назвал недружественными. На сайте Минобороны сообщается, что к стратегическим силам сдерживания относятся и ядерные. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово. Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и ранены наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил. Украина и Россия уже сели за стол переговоров. Пока подробности не сообщается. Все решается за закрытой дверью и без журналистов. До встречи делегаций с кабинета переговоров велась прямая трансляция, которую смотрели, кстати, 390 тысяч зрителей. Однако вошла женщина в белом пиджаке и потребовала ее выключить. Ведь по ее словам это заранее не оговаривалось, сообщает портал Урал56. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России. Теперь самолетам запрещено пролетать мимо стран Союза, приземляться и взлетать. В России уже отменила все рейсы в Европу авиакомпания «Аэрофлот». Кроме того, полетов не будет и в США, Мексику, Доминикану и на Кубу до 2 марта. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за билеты. Другие крупные авиакомпании тоже начали перестраивать полетный маршрут, чтобы не затронуть европейские территории. Вводимые и прогнозируемые санкции дают свои плоды. России становится все сложнее поддерживать стабильность курса рубля. В понедельник Центробанк экстренно повысил ключевую ставку до рекордных 20%. Своё решение ФЦБ объяснили кардинальным изменением условий для российской экономики. До этого рекордом были 17% в конце 2014 года. В понедельник курсы доллара и евро выросли до исторических максимумов, достигнув 109 рублей и 122 рублей соответственно. Ранее Евросоюз, США и Канада заявили о заморозке резервов Центробанка и отключении некоторых российских банков от системы SWIFT. Экономисты назвали это огромным ударом по рублю. В отношении экс-заместителя главы Оренбурга возбуждено уголовное дело. Фигурантом стала Светлана Золотарёва, отвечавшая за экономику и финансы областного центра с декабря 2019 года по сентябрь 2021. Экс-чиновницу обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями. По версии регионального следкома, Золотарёва, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила блогера в муниципальные учреждения за ежемесячную зарплату. По факту же работу он не выполнял. По неофициальным данным речь идёт о блогере Андрея Лысенко. В рамках договорённости с Золотарёвой он формировал позитивную повестку о происходящем в Оренбурге в своём телеграм-канале. Он частично подтвердил эту информацию. Отметим, что Золотарёва является землячкой Дениса Паслера и Владимира Ильиных. Работать в мэрию она приехала по приглашению последнего. Подрядчика, выполнявшего реконструкцию восточной части набережной Урала, оштрафовали на 150 тысяч рублей за загрязнение реки. Напомним, в ноябре прошлого года в результате опрокидывания экскаватора в районе улицы Красная площадь в воду попало дизельное топливо. Работы выполняла компания «СтройМац». В ноябре происшествия в ней объяснили падением трактора в реку. За нарушение требований к охране водных объектов подрядчику придётся выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Представители «СтройМац» попытались обжаловать это решение в суде. Однако что-то изменить её удалось. Олега Димова переизбрали секретарём регионального отделения «Единой России». Выборная конференция прошла в минувшие выходные. Также члены «Единой России» подвели итоги работы за последние три года. Оренбургское отделение «Единой России» вошло в число лучших среди регионов по реализации партийных проектов. Это один из самых ключевых показателей партии, которым стоит гордиться, считает секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Димов. За эти годы нам многое удалось. Благоустроить более 298 общественных и дворовых территорий, отремонтировать 223 спортивных залов в сельских школах, обновить материально-техническую базу в 54 домах культуры, открыть 13 модельных библиотек, ввести в эксплуатацию 3 школы за 2 года, 30 новых детских садов, приобрести 20 автомобилей скорой помощи – это только в 2021 году. Помимо подведения итогов работы партии за последние 3 года, на конференции определили состав регионального политсовета, президиума, а также региональной контрольной комиссии. Кроме того, в ходе тайного голосования переизбрали секретаря регионального отделения «Единой России» Олега Димова. Придется решать задачи по выполнению народной программы, с которой мы шли на выборы в Государственную Думу, в законодательные собрания, нести ответственность перед нашими жителями за благополучие и благосостояние нашего региона. Партия «Единой России» такие важные проекты, законопроекты, программы поддерживает, и мы вместе сотрудничаем и реализуем их для жителей, их самое главное для развития Оренбуржья. Поэтому важны такие решения, чтобы ровно это и в последующем развивалось, я про отношения, и программы новые появлялись, решения, соответственно, были и оформлялись на уровне законодательной власти. Поэтому будем, конечно, вместе сотрудничать с «Единой Россией». На конференции также обозначили основные задачи отделения партии на ближайшую пятилетку. Среди них привлечение в регион денежных средств за счет успешной реализации партийных и национальных проектов, выполнение народной программы и активная волонтерская деятельность. Александр Кацун, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Ветераны лыжного спорта и тренеры школы Олимпийского резерва переживают, что не дождутся, когда эко-парк «Качкарский мар» приведут в порядок. Они уже 10 лет обивают пороги местных чиновников, добиваясь комфортных условий для соревнований и тренировок. Однако безрезультатно. Со спортсменами встретилась и Елена Кудаева. Эко-парк «Качкарский мар» является центром притяжения лыжников. Здесь проходят постоянно городские соревнования, катаются спортсмены и любители. Спортсмены-активисты хотят обратить внимание чиновников на то, чтобы здесь построили лыжероллерную трассу, чтобы тренироваться летом, и дополнительные раздевалки. Эко-парк «Качкарский мар» находится в черте города. Многие жители приезжают сюда покататься на лыжах или на тюбингах. Виталий Ильин, мастер спорта, член сборной России среди ветеранов, не изменяет любимому месту и постоянно участвует в городских соревнованиях на Качкарке. На лыжах катается не только для поддержания физической формы, но и чтобы встретиться с друзьями. Он отмечает, что лыжная трасса в парке стала намного лучше, когда появился ратрак для укатывания снега. По словам Виталия, спортсменам нужна лыжероллерная трасса, чтобы готовиться к соревнованиям летом и приносить области первые места. Трасса очень нужна, особенно лыжероллерная для летней подготовки, чтобы мы не ездили по другим городам и не тратили деньги, а именно здесь своих детей тренировали. А наши чиновники к этому не прикладывают никаких усилий, особенно Министерство спорта плюет на все на это. Им выгоднее строить фоки, которые платные, а лыжный спорт у нас бесплатный. Дети не платят за посещение секций. Это очень большой плюс. У меня есть друзья с Бузулу, как у ВНДК, Тюльгана, довольно много. И вот в некоторых есть именно роллерная трасса. Они очень сильные. То есть есть соперники, они более натренированы с роллерной трассой, быстрее бегают. Сложно очень их выиграть из-за того, что нет такой нагрузки, как у них. Ветераны спорта отмечают, что Качкарка в основном существует за счет школы Олимпийского резерва, собственных средств самих спортсменов, помощи родителей и спонсорской поддержки. Но вход на Качкарку остается бесплатным, в отличие от других лыжных парков. Благодаря бывшему спортсмену здесь появилась судейская и теплая раздевалка. Но она очень маленькая. Детям, приезжающим на соревнования из других районов, часто приходится переодеваться прямо в автобусах. По мнению призера соревнований по лыжероллерам Александра Гусева, Оренбургская область остается единственным регионом, где нет лыжероллерной трассы. Его возмущает, что в очередной раз депутаты выделили деньги на парк «Березка». А Качкарка осталась в стороне. Ну вот смотрите, в Степном, там сколько народу ходит? Да нисколько. А здесь систематически проводится перенство города, перенство России, перенство Оренбургской области. То есть вот соревнования такого серьезного масштаба. По моей информации, тут примерно в пределах 80-100 миллионов достаточно, чтобы создать такую современную базу. Хочу отметить, что сам Качкарский мар – это уникальный по своему рельефу. Тут есть и пересеченные местности, и подъемы плавные, и спуски. В этом году в Олимпиаде наибольшее количество медалей Россия завоевала именно в лыжных гонках. Четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Ветераны спорта рассказали, что прошлым летом Качкарку посещал лидер нынешней Олимпийской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов. Его жена Анна тоже спортсменка, родом из Оренбургской области. Но потренироваться так и не получилось, потому что летом там нет благоприятных возможностей. Если будут созданы все условия, возможно, на Олимпиаде среди победителей окажутся и оренбургские спортсмены. Отметим, ранее губернатор Денис Паслер во время прямой линии заявлял, что специальная трасса в эко-парке Качкарский мар появится не раньше 2023 года. Но о выделении денег пока ничего не известно. Елена Кудаева, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Пока самой массовой точкой объединения всех любителей зимнего вида спорта остается забег лыжня России. И участниками в минувшие выходные стали порядка 5000 оренбургцев. Как проходил заезд и какие впечатления он оставил у горожан, расскажем в следующем материале. Каждую зиму на протяжении 17 лет подряд областной центр собирает любителей зимнего вида спорта. Для многих участие в лыжне России уже традиция, для соблюдения которой совсем не обязательно быть профессионалом. Достаточно простого желания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы слышите, что я уже зимой не могу. Это болезнь моя. Постоянно на лыжах я зимой. В любую погоду стараюсь выходить. Ну, где-то в 7 катаюсь. А сейчас тебе сколько? 13 будет. Я просто любитель катаюсь. Любитель кататься. Как тебе гонка? Тяжело было? Понравилось? Очень интересно, да, понравилось. Всего было 6 заездов. Участниками каждого стали пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, студенты, школьники и работники трудовых коллективов. Всем им было необходимо преодолеть путь, длиною в полтора километра. С этим успешно справилась и 87-летняя Лариса Тюкалова. В 49-м году была спорта киада школьников, 20 команд школьников. Я заняла первое место и до сих пор храню эту грамоту. Собственно, с тех пор все грамоты храню. А потом фельдшинская школа, там среди медиков, горнолыжный спорт, второе место по России заняла в Ульяновске. Ну и так дружу с физкультурой всю жизнь. А лыжи каждый год, это моя слабость. Стоит отметить, что лыжные гонки являются одним из самых популярных видов спорта в Оренбуржии. Всего в регионе им занимаются более 28 тысяч человек. А в лыжной России в этом году участвовали 50 тысяч оренбуржцев по всей области. Юлия Тюшевская, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. На этом мы завершаем наш выпуск. Еще больше новостей смотрите на сайте utv.ru и в инстаграм-аккаунте utv.orin. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал ЮТВ Оренбург. В студии был Михаил Карин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok